Здравствуй, дорогой зритель! Меня зовут Маша, и сегодня я расскажу об атомайзере Serpent RDTA от компании Votafo. Я очень рада, что у компании Votafo все время выходят новые и в большинстве своем интересные устройства. Например, один из последних атомайзеров Flash мне так понравился, что я приобрела его себе. И если вы не смотрели на него обзор, то тут я оставлю ссылочку на него. Но в сегодняшнем видео я расскажу о необычной миниатюрной RDTA под названием Serpent, которая, как я думаю, уже у многих на слуху. Многие просили меня посоветовать жидкость, вкус которой просто космос. И наконец-то я нашла такую линейку, и это жидкости космос. Лично мой топчик в этой линейке это Rocket, вкус аниса с апельсиновой цедрой. Ссылочки на них вы найдете в описании. А теперь поехали пробовать! В комплекте с устройством можно найти удобную крестовую отвертку, запасное стекло, переходник под 510 дриптип с самим дриптипом и три пакетика, заботливо уложенных на дно упаковки. В первом можно найти отрез ваты, во втором две спирали. Ну а в третьем ремкомплект и разноцветные уплотнители. Переходим к габаритам устройства. Его высота 41 мм, диаметр 22 мм, вес 70 грамм, а объем резервуара для жидкости 4 мл. Так по внешнему виду и не скажешь, что этот атомайзер какой-то интересный, однако стоит начать его разбирать, как станут заметны все его новации. Хотя может и не сразу, так как сверху располагается обычный долриновый дриптип 810 формата, рассчитанный на любителей высоких мощностей и не самых простых намоток. Также в комплекте идет стандартный 510 дриптип, для установки которого потребуется переходник, который также можно найти в коробке. Под дриптипом располагается тело атомайзера и из-за обработки кажется, что оно состоит из двух частей, однако это просто дизайн и тело имеет монолитную конструкцию. На одной из его сторон имеется гравировка с названием устройства, а на другой отверстие для регулировки обдува. И чтобы отрегулировать обдув, как обычно, вращаем тело в одну из сторон. Рассмотрим тело изнутри. Как можно заметить, все грани скруглены к дриптипу, что весьма хорошо влияет на вкус пара, а также позволяет конденсату не задерживаться в дриптипе. Ну что ж, вот мы и добрались до самого главного. База этого устройства очень похожа на базу в дрипке Фараон. И это сходство, думаю, очевидно всем, кто видел оба эти устройства. Такой тип базы мне давно приглянулся по двум причинам. Во-первых, с ней справится даже новичок, так как устанавливать спирали в нее очень просто. Ну а во-вторых, благодаря такому креплению спиралей можно экспериментировать с намоткой. И не важно, что это будет, микрокойл из 0,4 кантала или огромный жирный монстр для навала. Спираль все равно будет надежно сидеть в своих креплениях. И ограничивает эксперименты лишь ширина обдува и расстояние между стойками. Я сюда установила Starget из двух жил 0,4 кантала, поверх которого 0,1 нержавейка. Влезла она сюда отлично и никаких проблем не было. А вот что касается укладки ваты, то тут косяк, потому что вату приходится конкретно проталкивать чем-то остреньким в эти отверстия. Еще есть забавная особенность, что если уложить ее недостаточно плотно, то с вероятностью 99% устройство будет течь. Поэтому придется постараться, но уложить вату плотно. Идем дальше. На боковой части располагаются два очень интересных отверстия, которые предназначены для заправки. Они представляют из себя два круглых отверстия, в одно из которых всовывается носик бутылочки или пипетка, а из другого в это время выходит лишний воздух. Очень вкусно и пара достаточно, хотя на собом этот атомайзер и не нацелен. Ну а по итогу скажу, что эта эрдотажка настоящая находка для тех, кто любит односпиральные намотки. И на первое место ставит вкус пара, а не его количество. А если вы предпочитаете автономность и просто любите миниатюрные устройства, то эта эрдотажка точно для вас. Ссылку на этот товар я оставлю в описании. И также вы можете купить его в наших розничных магазинах. Ну а проверить наличие товара в интересующем вас магазине вы можете на его странице на сайте. Ну а с вами была Маша. Лайки, подписки, до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok